Диагностический центр не узнать. Стены расписаны по временам года. Сказочные персонажи помогают малышам преодолеть страх перед доктором. А самые современные аппараты делают обследования, если неприятными, то уж точно не такими болезненными, как раньше. Диаметр 5 мм, когда для взрослых используются диаметр 9 мм. Разница почти в два раза. Естественно, для юных пациентов это очень значимо, важно, ощутимо, эндоскоп более мягкий. Появилась возможность проводить сложную диагностику под наркозом. Губернатору показывают гордость центра. Новый магнитно-резонансный томограф. Такие есть только в столице. Весь организм ребенка можно сканировать за один раз. Настроение от первого шага внутри центра до посещения кабинетов просто удивительное. И все это для наших детей, поэтому мы с вами не поедем в столицу. Мы здесь будем получать высокотехнологичную медицинскую помощь, будем диагностировать наших детей, создавать им здоровую, счастливую жизнь. Детский центр готов принимать 1200 пациентов в день. Медпомощь под 35 профилем оказывается по полису ОМС. В тот же день глава региона побывал в областной клинической больнице. На дополнительное оборудование для пересадки органов затрачено больше 40 миллионов бюджетных рублей. В прошлом году сделаны первые пять операций. Сестра была у меня двоюродная донора моей, майора вестницы. 4 декабря мне сделали операцию пересадку печени. Сколько ждали в этой больнице? Ждала я недолго, месяца два, наверное, три. Все прошло хорошо, все замечательно, чувствую себя хорошо. Спасибо большому врачам. В этом году запланировано уже 20 пересадок, 14 операций на почках, еще 6 печень. Технологически же можно делать 100 операций в год, рассказывает главврач. Губернатор побывал и в детском онкогематологическом центре. Чаще всего сюда попадают с лейкозом и выживаемость больше 90%. Финансирование высокотехнологичной медицины ежегодно растет. В этом году на нее будет выделено на 80 миллионов рублей больше. А по итогам встречи с врачами губернатор принял решение о начале строительства нового хирургического комплекса детской больницы. В течение текущего года мы будем заниматься проектированием. Задача состоит в том, чтобы к концу 2018 года построить такой корпус. И это мы будем в сотрудничестве с Нежэкономбанком делать. Эти проработки уже состоялись. Стоимость проекта 7,5 миллиардов рублей. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Надону.